Всем привет народ, с вами Варчик. В этом видео поговорим про премтанки. Я считаю, что сейчас большая часть премтанков потеряли свою актуальность. Единственная причина раньше покупать различные премтанки различных наций и веток была только одна. И она была тоже такая себе надуманная, прокачать себе экипаж. Причем на премтанке экипаж качается побыстрее, чем на прокачиваемом обычном танке. Поэтому на премтанке хотелось покачать экипажики, чтобы сразу была куча перков и играть было комфортно. Но сейчас это вообще не имеет никакого смысла, поскольку в игре появились уже довольно таки давно учебные материалы, которые можно покупать за серебро, получать в различных акциях, покупать еще где-то и так далее. В общем их можно получить просто за серебро. Как я себе это вижу? Берем просто актуальный премтанк, самый хороший имбовый, который нравится нам по геймплею, покупаем его и просто на нем играем в удовольствие, поскольку он сильный, перяпанный. Фармим на нем серебро, качаем на нем экипаж. А если нам нужен экипаж для какой-то другой нации, мы просто берем, покупаем учебные материалы и все. Экипаж готов. И нам не нужно покупать кучу всяких премтанков на разные нации. И различная куча премтанков, которые у вас есть в ангаре, она вообще нафиг не нужна. Или если вы собираетесь что-то покупать, то смысла в этом практически никакого нет. Неужели это единственная причина, почему все премтанки стали неактуальными? Ну не все премтанки, а только большая часть, потому что они слабые. Есть буквально там десяток премтанков, которые лидируют по своим показателям на уровне, которые самые популярные, самые интересные. Они имеют смысл в покупке. Причем для меня лично, там около трех-четырех премтанков, которые имеют смысл в покупке. Остальные мне не особо нравятся. Но в целом, грубо говоря, есть 10 премтанков примерно, которые актуальны. Остальные премтанки вообще не имеют никакого смысла, никакой актуальности в рандоме. Они устаревшие, они слабые. И в тот рандом, который сейчас происходит, они не способны актуально отыгрывать. Они не подходят. Сейчас танки должны уметь все. Они должны быть не просто ТТ, или СТ, или ПТ. Сейчас танки нужны скорее ОБТ. Основной боевой танк. Он должен уметь все. Поскольку бои сейчас быстрые, ты должен быстро перестроиться под любую ситуацию в игре, и быстро суметь сделать все. Чем больше твой танк может, чем он сильнее во всех направлениях в игре, тем он более актуальный и имеет смысл его покупать. Остальное все мусор. Поскольку так вот развилась игра. И так вот танков, которые устарели и слабые, стало очень много. И с каждым выпуском следующего премтанка, нового, все больше и больше танков становится неактуальны. И вот эти все трейд-ин и так далее, это яркий показатель того, что оконченных танков в игре все больше и больше. Но на удивление, трейд-ин работает и популярен. Все очень просто, очень много людей вообще не разбираются, какие танки актуальны, а какие нет. Всякие там шелаковые ПТшки, которые еле ездят там один раз вот куда-то стреляют, это все мусор. Сразу все. Динамичные ПТшки с классной пушкой, они практически все классные, потому что они могут отыгрывать и как ПТ, и порою как динамичное СТ. Хоть и как СТшка не на все 100%, но на ней можно сыграть активно. СТшки должны выполнять роль и ПТ, и СТ, иногда даже некоторые СТшки могут выполнить роль ТТ. Чем больше из всего этого они могут, тем они лучше. Также пушка у них должна быть с какой-то фишкой и быть очень сильной, поскольку очень большой пласт СТшек как раз таки из-за своей пушки стали устаревшими. Какой-нибудь первый образец, пилот, муц, ФВ-4202 и тому подобный шлак, они все в одну кучу так складываются и тому подобные танки, и просто выкидываются. Потому что есть танки, которые намного сильнее по пушке, по динамике, по удобству, по броне. Есть тупо лучше во всем. И они могут замениться каким-нибудь прожетто, из-за того, что у прожетто орудие на голову выше, чем у всего этого мусора. Какой-нибудь Т-44-100Р тоже в тысячу раз лучше, потому что он и танкует, и быстро ездит, и пушка у него не устаревшая. Также еще большое количество тяжей сейчас сделаны таким образом, что либо у них очень жесткая пушка, и они динамичные, и они перекрывают с собой очень много СТшек, которые теперь становятся не нужны, либо есть тяжи, у которых даже возимых зон особо нет, и они очень жесткие. У них и орудие сильное, и броня без уязвимых зон. Допустим, двухстволка. Да, она не люто имбовая, да, на ней тяжело отыгрывать, но у нее нет уязвимых зон. Если вы играете на орудии, у которого малое пробитие, двухстволка просто никуда не будет пробиваться, или защитник. Но у защитника очень кривое орудие. У двухстволки орудие очень стабилизированное. И так каждый раз вводятся танки, которые чем-то переплевывают предыдущие. Таким образом, буквально практически весь трейд-ин и все, что в нем находится, вообще не имеет смысла. И люди, которые в нем перебирают танки, туда-сюда меняют, занимаются какой-то ерундой. Да, может быть там очень маленькое количество людей какую-то выгоду там и получили в этом трейд-ине, но большинство меняют обычные танки на обычные танки. А сейчас эти обычные танки в рандоме нафиг никому не нужны. А если бы Химера была бы, допустим, премиумной, то можно было бы 90 премтанков вообще на свалку выкинуть. Потому что Химера это практически один из сильнейших танков на восьмом уровне. У него статистика улетает далеко в космос. Слава богу, что он просто акционный. В группе ВКонтакте я напишу список актуальных премтанков, на мой взгляд, на данный момент. Если хотите, подписывайтесь. С вами был Варчик, Радик Красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok